МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент лахача по жетенце. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Кедесы кезекте оның қарсыласа Аланның қызыл бұрышы, оның кәсібей рекорды 8 женіз, бойы 186 сантиметр, салмағы 70-300 келі, Астана қаласы Қазақстан, Магамет Кабарния! Рефери Ақтлев әскер байлы. Өсім қаласы қаласы қақсы қ KengyUU 20-000 Қызе қаласы Үшын қалап. Ждайда бола. Блай Corp. Досын қызың қиызын. Жек белде түнгеті қаласы қаласын. Біне ептімі Қаласын қаласын ұрыс. Майза, 44. Магомед Кабардиев, Фархаджон Машрапов. Поединок за вакантный пояс в легком весе. А целых 10 сантиметров выше своего оппонента Магомед Кабардиев. Да, учитывая его стиль, возможно, это будет таким преимуществом для него. С вносливостью никогда не было проблем у Кабардиева. Меняет стойки Фархаджон. Машрапов, конечно же, в своих предыдущих поединках бывали у него проблемы с функционалкой. Но, опять-таки, это все на фоне, возможно, визогонки. Такие выступления показывал Машрапов. Да, раздергивает. Магомед пока щупает, пытается понять, что задумал Фархаджон. А Машрапов не теряет времени, он просто заряжает в каждый удар. Будет ли очередной хайлайт нокаут от Магомеда Кабардиева? Кстати, в крайнем поединке просто что-то нереальное устроил Магомед Кабардиев. Отлично. Пошел в атаку Машрапов. Да, Машрапов сейчас пытается такими наскоками, прессингом. Нервное начало. Оба бойца на пружинку. Ну, Кабардиев менее напряжен, конечно же. Да, и это заметно. Меняет стойки. Да, он нашел уже дистанцию. Ему более комфортно именно вот сдалека работать, с дальней дистанции. Пытается прессинговать своего оппонента Машрапов. Видит, видит все атаки оппонента. Кабардиев пока Машрапов не удивляет ничем. Возможно, удивит борьбой, как это было в поединке с Рафикова. Ну, стоит отметить, что Кабардиев ни разу не был переведен на свою карьеру. Именно профессиональную ММА карьеру. Да, у него довольно-таки хорошая защита от тейкдаунов. В первую очередь, сетку он очень умело использует. Поэтому в этом компоненте тоже, возможно, у Машрапов не будет преимущества. Половина раунда позади. Какого-то четкого преимущества в этом раунде не наблюдается. Ну, знаешь, Кабардиев делает то, что и говорил. Мне раунд полтора на разминку. Примерно в таком ключе он говорил до поединка. Мне кажется, он этим самым и занимается. Просто двигается, пытается понять, почувствовать. А вот Машрапов заряжен. Каждый удар вкладывается. Это может кончиться плохо и для Магомеда, или же для Машрапова. Комбинация Машрапова завершает передний хайкей-дуббор. Фронт-тик удается все-таки Магомеду держать на дистанции. Машрапова. Удар в пах. Ну, вроде, все в порядке. Да, что-то многовато. Ударов в пах. Ударов в пах за один турнир. В титульных поединках. В титульных поединках. Не, Машрапов показывает всем видом, что все в порядке. Поединок продолжается. 90 секунд до окончания первого раунда. Идет вперед. Пытается все-таки сблизиться со своим оппонентом для того, чтобы попытаться провести тейкдаун. Фронт-кик. Пархуджо Машрапов. Будет ли попытка тейкдауна под конец раунда? Попадает справа оверхенда. Но вскользь удар приходится. Получается у него, кстати, местами разрывать дистанцию временами. Да, прям откровенно сейчас пошел ноги. Прихватывает одну ногу. Вот, прижимает к сетке. Попытка оторвать захватом за одну ногу. Но очень уверенно сейчас защищается Кабардиев. Говорили мы, что он умеет использовать сетку. Что и сейчас делает. 30 секунд до окончания первого раунда. Пытается провести тейкдаун. Будет ли подхват от Магомеда? Очень часто он использует как контрдействие в таких ситуациях. Подхват под две ноги. Все-таки октагонный, конечно же, Кабардиев. Очень-очень хорош. Да, но все же контроль идет в пользу машины. Вот эта подсечка изменяет абсолютно весь исход первого раунда. Если были какие-то сомнения, знаешь, в близости первого раунда, то вот эта подсечка ставит жубную точку. Первая пятиминутка подходит к концу. Да, раунд, думаю, все-таки за Кабардиева. А если бы не тейкдаун, возможно, было бы и по-другому. Но в целом раунд, знаешь, такой неоднозначный получился. Он не был богат на события. И сейчас, смотри, закончился первый раунд. У Фархаджона не получилась работа в стойке. У него не получилось бороться. Что должно получиться? И сейчас важно ему не сломаться ментально. Он все попробовал, что умеет, но оно у него не получается. Ну, поединок против Фаниля показал, что ментально он может переломить исход боя по ходу боя, проигрывая его. Но тогда стоит признать, что и Фаниль подсел. Да. Будет ли такая же история с Магомедом Кабардиевым? Второй раунд. Раздергивает. Руки постоянно в движении у Магомеда, застаивается. Провокационные действия. Я понял, почему Магомед изменил свой никнейм в инстаграме на MVP. Это же Майкл Веном Пейдж. Только дагестанский. Ну да, есть определенные параллели, учитывая стиль и то, как он себя сейчас ведет. Удар с разворота. Но вот нету, нету дистанции у Фарфа Джона. Да, вот это уже совсем другое дело. Возможно, ему стоит немножко пересмотреть план. Возможно, стоит работать вторым номером. Да, и Капир. Ооо, Хайгик передней ногой. Но не вкладывался, не вкладывался Магомед. Такой. Ооо, вот это да! Хромпик точно в подбородок от Магомеда. Сейчас он буквально только на ногах. Перебивает, напомню. Базовый сандист. Еще раз. Эти ребята бьют ногами без подготовки. Вот они, начались. Танцы Кабардиева. Да, даже, знаешь, дает за спину зайти, но это уже прямо самоуверенность. Главное, чтобы это не закончилось плохо для Кабардиева. Лоу-кик. Держит дистанцию. Вот именно за счет ударов ногами Кабардиеву сейчас удается держать. Идет вперед, Антрапов буквально забежал в корпус. Нервишки не выдержали у него. Просто пошел вперед. По крайней мере, добился своего. Сейчас пытается навязать борьбу. Ну, вот опять сетка. Опять очень хорошо стоит на ногах Кабардиев. Да, вот пытался аж под пятку взять захват Машрапов. Но вот не получается у него это делать. Но все же, пока контроль идет за ним. Пытается повторить тейкдаун сейчас. По крайней мере, пытался. Магомед. В половину раунда посадится времени. Да, есть Андерхук. И уже сам в атаке. Неужели будет бороться? По собственной воле. Да, заново они меняются позициями. Но уже более уверенней стал бороться Машрапов. Но вот очень много колен пропустил. Еще много колен. Клинчик. Да, пропустил очень много ударов. Еще. Кабардиева отвечает Машрапов. Не доценивает в этом отрезке Магомед. Сразу же пропускает. Здесь ловит на ошибки. Но не успевает, закрепится. Садится Маун Кабардиева. Это возможно начало конца для Машрапова. Однозначно. Но тянет, просто забивает Магомед Кабардиев. Вот это да. Еще удар дался. Близик он к завершению поединка. Магомед. Рефери на страже готов вмешаться. Не отвечает. Очень пассивен Машрапов. Но Магомед Кабардиев берет паузу. Минута до окончания второго раунда. Выходит на удужайший прием. Закрыл, закрыл удужайший прием. Всем пока Магомед Кабардиев становится новым чемпионом в легком весе. Магомед Кабардиев! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok